Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день они открывают свои двери для всех желающих, с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают, просвещают и работают в духе девиза «Музей – это важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира разных народов». Что касается историко-краеведческого музея Хасавюрта, он начал свою работу в 1992 году. Основателем был заслуженный учитель Республики Дагестан и историк-краевед, долгое время проработавший в школе номер 4 Борис Петрович Дорогобед, вложивший очень много кропотливого труда на протяжении многих лет. Обо всем этом рассказала научный сотрудник музея Гуля Акаева. В 70-х, 80-х годах начал свои собирательные движения. Он возглавлял отряд юных токсовцев. С ними ездили по стране, собирали материалы, раскопки, в основном, которые касались периода Великой Отечественной войны. И благодаря его энтузиазму сегодня существует этот музей. К сожалению, его сегодня с нами нет, но материал и тема для дальнейшего роста этого музея, конечно, у нас есть. Благодаря ему сегодня мы с новым коллективом уже пытаемся удержать и продолжить работу музея. Продолжая беседу, научный сотрудник рассказал, что музей состоит из трех залов, в которых расположены экспонаты разных времен. Самый большой – это историко-археологический. В нем представлены предметы палеонтологии, археологии и геологии, которым насчитывается более 300 миллионов лет. Второй по величине – этнографический. И в третьем – в зале боевой славы большая часть экспозиции времен Великой Отечественной войны. Останки морских обитателей нашего древнего Каспийского моря. Этим останкам примерно 360-500-600 миллионов лет. И заканчивается история образования Хасавюрта. Второй зал – зал, где представлены предметы, которые рассказывают о бытии, о традициях, обычаях, культуре народов Дагестана. Зал боевой славы, который название само говорит за себя, там в основном представлена экспозиция выставочная, которая рассказывает о периоде Великой Отечественной войны. Но помимо этого, есть там немножечко события афганские наши, тоже интернациональный долг, который отдавали наши ребята, события 99-го года, новолахские события. На сегодняшний день в историко-краеведческом музее насчитывают более 2000 экспонатов разных эпох. И, как отмечают сотрудники, их количество регулярно пополняется, благодаря жителям и гостям города, которые приносят в музей разные предметы, имеющие историческую ценность.